Какие-то ягоды, что ли. Короче, мы уже в Лазаревском. Мы приехали, блин, ну как приехали. Нам еще в Ордоне нужно ехать. У нас два с половиной свободных часа. Мы сдали чемоданы. Кстати, очень классная камера хранения. Я потом покажу, когда будем забирать. У нас ящерица, блин, ребят, сейчас. Ребят, смотрите, какая ящерица. У нее синий хвост. Первый раз вижу такую ящерицу с синим хвостом. Короче, отвлекла меня ящерица. В общем, у нас два с половиной часа. Сдали в камеры хранения. У нас все влезло в одну камеру. Два наших чемодана, пакет с едой. Короче, очень удобно. Гуляем налегке, ищем где поесть. И, наверное, не будем особо париться. Ну, типа, в поисках столовой, потому что есть проверенный KFC. Там точно вкусно. Там прохладненько есть туалет. В общем, наверное, сейчас туда пойдем. Ну и потом поедем уже в Ордоне. Мы там, кстати, еще ни разу не были. Надеюсь, там симпатично. Лазаревский тоже ничего, но тут очень шумно, очень многолюдно. Просто сейчас мы были в Головинке. Там вообще ничего не было. Практически такой, знаете, был у нас пенсионный ОДО. В принципе, нам понравилось. Вот. В этот раз посмотрим. Все покажу. Ну, а мы пошли кушать. Кстати, здесь уже осень. Вот, смотрите. Тут уже все желтое, как у нас в конце сентября. Мне кажется, в прошлом году такого не было. Странно. Я хотела вам показать в камерах хранения. Короче, тут люди, поэтому... Сразу пройдем к нашей ячейке. Ну, там понятно, что на терминале вы оплачиваете. Выбираете, какую вам ячейку крупную или поменьше. Мы выбрали самую маленькую. И у нас тут вообще спокойно влезли два чемодана. И даже сумка с едой. Вот. Славка поднес к сканеру этот стрих-код. Ячейка открылась. И смотрите. 200 рублей за три часа вообще роскошно. Не пришлось с чемоданами делять. Мне кажется, дабы еще один чемодан такой влезли при желании. В принципе, да. Вот столько народу на пляже Лазаревского. Я очень надеюсь, что в Ордане будет меньше народу. Потому что это какой-то кошмар, конечно. Такое мне не нравится. А это пляж в Ордане, ребят. Народу вообще почти нет. Мы с мужем любим, когда пляжи пустые. Поэтому обычно выбираем какие-то небольшие поселки. Не Сочи, не Лазаревское. Потому что он как на предыдущем видео. Где биточком, ну нет. Это нет. А здесь, смотрите, как классно. Центральный пляж вон там. Там народу чуть побольше. Конечно, нам до моря где-то минут 7 идти. Когда мы были в Головинке, было сколько? Полминуты. Но зато у нас классный ЖК. ЖК я вам покажу. Он реально крутой. У нас есть балкон, представляете? Из минусов то, что ЖК еще не весь сдался. И там во многих квартирах ремонт. По-моему, на нашем этаже только мы живем. В других квартирах происходит ремонт. Соответственно, звук перфоратора. В общем, все как дома. Но есть бассейн. Ну, 7 минут до моря. Знаете, это еще нормально. Потому что когда мы были в Лазаревском, лет сколько? 5 назад мы до моря ходили минут 20. Зато какая красота. Я, конечно же, начала собирать палки. Хотя думала, что в этом году не буду. Но нет, я не могу. Я увидела вот такую красоту. И не смогла ее не взять. Не знаю, зачем. В прошлом... Что это? Какой-то кусок плитки ты мне нашел, Слав? Походу. В прошлом году я собирала для панно из палок. В этом году не знаю. Просто собираю без цели. Ребят, естественно, наткнулась на какой-то магазинчик с растениями. Нас пригласили пойти посмотреть на сад с какими-то растюхами. В общем, за 50 рублей вход. Сейчас вот женщина побежала за сдачей и пойдет нам устраивать экскурсию. Сказала, что поснимать можно. Надеюсь, там будет что-нибудь интересненькое. Смотрите, тут даже гинкобелоба есть. И смотрите, стоит всего 550 рублей. Потому что когда я была у... Как он, господи... Ну, типа мочалюка. Там вот такая вот малюсенькая стоила больше тысячи, по-моему. А тут вот такая вот уже. Такой крупный экземпляр. Вот думаю, может быть, купить моим на дачу потом перед отъездом, если будет в наличии. А нам туда. Какой-то сад лекарственных растений, да, по-моему, Слава? А, да, какой-то питомник. Питомник лекарственных растений. Да, вот, парковый питомник. Смотрите, кого тут нашла. Это богомол. Знаете, я их не то чтобы боюсь, но вот издалека нормально. Они мне не вызывают какого-то отращения. Ой, ну в руки я, конечно, брать не стала бы. А в прошлом году такое мне прям на голову прыгнуло. Это была ночь, я заорала так, что, в общем, сбежались все тогда. Он реально такой крупный, слушайте. Не, я не буду к нему, пожалуй, близко подходить. Это греха подальше. Ну нафиг. Мой отважный муж решил... В смысле, он только что это делал? Давай. Ну вообще, видишь, он вообще не реагирует. У вас свои лапы только забирать под себя и все. Блин, вот ты кай-то напрыгни сейчас на меня по-любому. Конечно. Я же это специально надобиваюсь. Вообще не шевелится. А, нет. Нет, шевелится, смотри. Нам не напишут то, что мы издеваемся над животными? Конечно, напишут. Ну, короче, если что, это он. Я его отговаривала. Так, ну что могу сказать, ребят? Пока все выглядит не очень благоустроенно, но нас предупредили, что это пока... Смотрите, там. Пока они только начинают. И, как сказали, платно, ну, типа, денежки идут на развитие питомника. Но я здесь уже вижу кое-что красивое. Во-первых, вот там вот, смотрите, видите? Там лотосы. Ну мы на такие с тобой катались, Слав, помнишь, на лотосы? Сейчас, подожди. И вот тут вот лотосы, я так понимаю, можно купить. Вот такая вот красота. Вот это семечка, смотрите, лотосовая. Ну что, тут довольно большая тема. Очень красивая. Вот там уш. Там змея. О, Господи. Он туда случайно попал. Сейчас приближу. Вон он, видите? А точно уш, Слав? Потому что гадюк. Я не вижу пока. Да, скорее уш. А, лягушка? Я знаю то, что некоторые на дачах выращивают прямо в таких вот чанах. И ничего, цветут, растут эти лотосы. Даже у нас в Подмосковье. Там еще какие-то водные растения. Блин, Слав, мне теперь страшно ходить. Я боюсь, что тут змея будет. Я их не боюсь, змей, но как бы здоровый страх есть, если это какое-то ядовитое. Кто-то там тоже шевелился. Может, они змеи тоже разводят. Сейчас туда пойдем. Ну, вот здесь большие лотосы. К ним, конечно, прям не подойти вплотную. Но даже издалека очень красиво. Оказывается, еще вот там вот. Мужу сказали, что там, Слав, лекарственные травы, да? Так что, в принципе, территория большая. Больше, чем я изначально подумала, здесь розарий. Но розы тоже в катках, видите? И всего 50 рублей. Как бы даже не жалко было дать на развитие. Вблизи выглядит очень симпатично. Смотрите, такие деревянные грядочки. Там сверху мох. Так аутентичненько. Гляд, еле выговорила. И вот весь склон. На самого верха засажен травами разными. Надеюсь, туда можно подняться. Вот так и не скажешь, что тут что-то растет. Ну, как будто бы сорняк. Я вот узнаю только папоротник и математичка. Но если нагнуться, тут есть табличка. Тут вроде как описывается, что именно здесь растет. Повсюду вот таблички. Хотя, честно говоря, вот так вот смотришь, как будто бы все запущено. Но, видимо, нет. Кто-то постарался, смотрите, вручную расписал. Не просто там название, да? А, видимо, для чего употребляется это растение. Типа вот там для крови, при болезнях. Там таких-то, таких-то. Молодцы. Листовик. Нашла здесь смородину. Ну, я так думала. А здесь написано, что это вот. Катарантус. Может быть, это и есть черная смородина, только по-научному. Тут еще какие-то вот интересные растения. Морковница. Знали о таком? Тут, кстати, беседка. Тоже очень симпатичная. Не знаю, ребят, что вам об этом рассказывать. Потому что я не разбираюсь в лекарственных растениях. Мне просто нравится, как все это в совокупности выглядит. Особенно на закате. Потому что уже седьмой час. Не жарко. Красиво. Можно просто погулять. Наслаждаться красотой. Смотрите, какие шпы. Просто огромные. Это, кстати, если кому-то интересно. Вот. Смотрите, как одно дерево. Ну, или какая-то лиана. Я не понимаю, кто это. Вот. Оплел. Вот. Второе дерево. Прям буквально в него вошел. А дальше нас ждет препятствия, потому что там... Что там? Ну, какие-то завитки, кудряшки. Да, какие-то завитки, кудряшки. Вот. Над нами лучше видно. Короче, смотрите, у него просто колючая проволока вместо веток. Нужно как-то так пройти, чтобы ничем не зацепиться. Ух ты. Так, ладно, ребят, я полезла. Квест пройден. Вот, смотри. Она так называется. А, это она же и была, которую я вот там показывала. Слушайте, ну выглядит очень живописно. Посмотрите, какой ствол. Кстати, как оказалось, это не единственное место, не единственный питомник, который здесь есть. Потому что на Яндекс.Картах я нашла еще какие-то сады-фротели. Мы туда с вами тоже обязательно сходим. Потому что... Ну а как иначе? Мне интересно посмотреть, что там есть. Вдруг там какие-то домашние растения. Ну, в смысле, горшочные. Они только садовые. Берем с собой на море. Обычно, ну, всякие ягоды, фрукты. Вот. Положила этот раз в боксик персики. И инжир. Здесь безумно вкусный инжир. В Москве он вообще не такой. Но знаете, что меня убивает? Насколько здесь везде разные цены. Просто поразительно. Если в Москве они везде на все плюс-минус одинаковые. Здесь, например, инжир в одном месте стоит 300 рублей за килограмм. В другом 450. И ты как бы стоишь в шоке. Говоришь, а почему 450? Они отвечают, что типа, блин, у нас самый вкусный. Бла-бла-бла. Типа, дешевле не купить, чем по факту. Он абсолютно такой же. Короче, и торговаться бесполезно. Здесь они, продавцы, безумно жадные. Злые какие-то. Так что взяла за 450. Но сегодня пойду туда, где за 300. Потому что он там совершенно такой же. Вкусняшка. Я даже не знала, честно говоря, что инжир такой вкусный. Ем прям с кожурой. Вы, кстати, видели видео, где в инжир залезает оса, откладывает туда личинок. И, в общем, они там развиваются. Мне теперь страшно есть инжир. Я каждый раз откусываю, смотрю, нет ли там кого-либо. Ну, вроде нет, пока чистый. Очень вкусно. Нашли столовую. Вроде ничего такая симпатичная. Не воняет чисто. Цены вроде адекватные. Взяли борщик, салатик, две куриные рубленые котлеты. И это у тебя брокколи, Слава? Ну, по-моему, по нему видно, что он доволен. Вкусно? Да. Сколько это все стоило? 460. Вроде нормально, учитывая то, что у нас тут брокколи. Майонез беру свой. Потому что я не могу без майонеза. Слава, в принципе, он без мазика кушает. Я без майонеза никак. А по дороге, смотрите, что себе купила Мурая. Блин, ребят, мне безумно нравятся здесь цены на растения. Вот на все остальное здесь дороже, чем в Москве. Ну, типа там фрукты, ягоды, всякие овощи. Но, блин, растения 150 рублей. Представляете, в Москве такое стоило бы, ну, где-то либо в районе тысячи, а может даже дороже. 150. Вообще шикарно. Может, ну, когда уже будем уезжать, возьму еще лавр на подарки. Ну, вот еще один питомник. Он практически рядом с тем. Пока не совсем понятно, платный вход или нет. Но при входе нас, смотрите, встречают эвкалипты. Там тоже что-то растет. Там на склоне. Но выглядят уже красиво. Тут, скорее всего, какие-то именно деревья. Ну, по крайней мере, мне пока так кажется. Сейчас пойдем узнавать, что тут есть. Пока я наблюдаю только деревья. Ну, кустарники какие-то. Там сверху на склоне козы пасутся. И вообще никого нет, чтобы спросить, что тут, куда идти. Вообще людей нет. Вот здесь просто огромные груши. Ну, чисто прям как вот в магазине. Как муж сказал, сорт конференц. Очень похоже. Обычно у нас, ну, типа, вот такие дульки. А здесь прям... Ну, у нас, я имею в виду, это в Подмосковье. Капец. Огромные. Нашла какие-то горшочные растения. Тут, смотрите, клубника. Видимо, весной много было. Я не знаю, это гидропоника. Или там... Мужу говорят, что там земля. Не знаю, как этот вариант выращивания называется. Но очень экономно в плане места. Ну, тут тоже, короче, какие-то такие садовые растюхи крупные. Агавы всякие. Родендендроны. Ну, много всего. Там, смотрите, пальмы есть. Я бы хотела какую-нибудь пальму, но мы своим ходом ее фикупрешь. В прошлом году я собирала семена, но вообще ни одно не посеяла. Хотя собрала эвкалиптовые семена, какие-то пальмы. Но что-то руки так и не дошли. Вот там цитрусы. Вот эта пальма мне нравится. Это, по-моему, в Вашингтоне. Вроде как-то так. Я бы хотела такую дома выращивать. Вот, в принципе, и все, мне кажется. Хотя, вообще-то, там еще что-то выше есть. О, вот это все цитрусы, судя по всему. Слушайте, ну, очень красиво. Вот такое место ухоженное по сравнению с прошлым, да? Кстати, забыла сказать то, что вот в прошлое место мы там встретили мужчину. Ну, точнее, уже дедулечку. Ему 70 лет, хотя он такой бодренький. Он, типа, сам все это сделал и сделал, как это он сказал, за 10 месяцев. Представляете, ребят? Какой молодец. У нас с балкона открывается вот такой вот красивый вид на гору. Ну, или холубь. Не знаю, что это именно. Но, тем не менее, вид красивый. Я очень хочу попасть вот туда, на ту поляну. Выглядит близко. Сегодня с мужем пойдем. Будет у нас небольшое восхождение. А то меня прям это место завораживает. Не успокоюсь, пока туда не поднимусь. Ребят, здесь просто 90 градусов, бля. Просто посмотрите. Я представляю, как тут детишки играют местные. Как им тут весело кататься на велосипедах. На роликах, особенно по этим дорогам. Ой, блин, это, конечно, вообще для очень спортивных людей. Я после прошлого года решила, ну, типа, позаниматься спортом, чтобы подготовиться к новому сезону. Ничего не помыла, ребят. Так же тяжко подниматься вверх. Хурма. Еще незрелая, но смотрите. А мы, ребят, все еще поднимаемся. Нам еще, блядь, бесконечность целая подниматься. И смотрите, что еще она шла по сифлорам. Он даже цветет. И тут вот плоды висят. Они, правда, уже сухие. И, видимо, их вообще никто не ест. Либо они, я не знаю, они просто вот все такие сухие висят. Неужели никто не ест? Кроме птиц и насекомых. Удивительно. Ну, получается, так-то она взревает здесь. Вон аж. На столб лезет. Судя по всему, они к писифоре относятся тут как к сорняку. Мы продолжаем идти, чтобы вы понимали масштабы. Вот как бы. Блин, даже море отсюда видно. Красиво, конечно, но у меня преданфарктное состояние. Я не в состоянии любоваться. Слав, ты как? Серьезно? Чтобы вы понимали, у этого человека астма. Он себя всегда чувствует лучше, чем я. Блин, всегда. Как так? Надо поднимать. О, мы почти пришли. Надеюсь, это того стоит. Красиво там, сзади меня. Ну вот мы добрались до цели. Как добрались? Мы не добрались. Добрались. Я этот склон видела из нашего ЖК. Вон он, у нас ЖК. Вон он где. Из балкона было видно прям вот это вот поле. Можешь сказать, нет? Ну и это место и дальше было видно. По факту мы уже добрались. Отсюда вот видно и весь город, и море. Очень красиво. Там плантация. Да, кстати, та самая плантация, где 200 рублей хотели с нас взять за вид на море. Вот, бесплатно. Но подниматься было архи сложно, мне по крайней мере. Отсюда вид еще красивее. Мы повыше поднялись. Тут чьи-то лошадки пасутся. Я хочу зайти туда, в дебри, в лес. Короче, ситуация. Мы вот что-то вляпываемся, блин. Я не могу понять, что это. Посмотрите. Видите вот это? Что-то очень липкое. Я думала, это маракуйя, которую я трогала. Нет. Потом я трогала что-то... Кого? Нет, можжевельник какой-то. Нет. Полезно пожрать ежевики. Нет. Мы сейчас просто идем, вот, блин, по дороге. Просто дорога. Я только вытерлась салфетками и опять вся в этой липкой хрени. Я вообще не понимаю, что это такое. Она жутко липкая. Какая-то трава, видимо. Но я не могу идентифицировать, какая именно. Вот это? Нет. 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 Блин, что же это такое? О, может, вот это? Я нашла, ребят. Вот это тварь. С виду обычное растение. Оно все в соке каком-то. Смотрите, видите? Ах ты тварь. Жесть. А она-то, чтобы вы понимали, повсюду. Вот это вот. Вот это все, это она. Может, нафиг? Не соберу, давай, на дорогу выйду. Капец. Вот это подстава. Я еще и одежду этим испачкала. Пожалуй, кому и обратно. Мы уже спускаемся. Блин, на камеру не выглядит так по-адски. Он, Слава, пошутил. Сейчас смешно, потому что тут реально нужен трава-латр. Просто пешком вот так вот идем. И знаете что? Вот мы сейчас видели людей, которые шли отсюда на море. Понимаете? Вот море как бы там. Они шли оттуда. Вы прикиньте, какие люди. Молодцы. Каждый день по два раза. Вот по этому спуску. А потом еще ж вверх надо. Тут, короче, до моря, но километра два с половиной, не меньше. Ну что, ребят. У нас без приключений не бывает. Слава отравился. Сегодня собирались ехать в головинку. И вот за полчаса до выхода его вырвало. Поднялась температура. Я вот сейчас пошла одна покупать. Ну я уже купила полисорб, уголь. Мне фармацевт посоветовала купить есентуки номер 17. Куплю курицу. Ну что-то ж надо кушать, да. Отварю куриную грудку, будем вместе есть. Фармацевт предположила, что это скорее всего не шашлык, потому что мы берем в одном и том же месте. Это скорее всего вода. Потому что она, говорит, в море травится. Ну типа каждый второй. У нас такого никогда не было. Ну вот. Когда-то должно было случиться. Удивительно, что слава, потому что обычно я травлюсь, я болею. Ой, блин, я надеялась, что хотя бы этот отпуск у нас пройдет без вот этого вот всего. Пипец, короче. Никуда сегодня не поехали. Надеюсь, к завтрашнему дню будет лучше. Я надеюсь, что я не слягу. Ой, господи. Никогда не бывает все нормально. А еще забыла сказать, что мы оба сгорели. Ну как бы для славы это нормально, потому что у него кожа розовенькая, нежная, он всегда сгорает. А я смуглая, ну по мне видно. И я никогда в жизни не сгорала, даже когда там под солнцем полдня валялась. Но вот в прошлом году у меня слегка подпеклись плечи. И в этом году, конечно, у меня не так сильно, как у славы. Он просто весь красный. Мы ему купили вчера эту пантенол или как он там. Но я чувствую, что у меня тоже плечи болят. Короче, видимо, с возрастом что-то меняется и кожа становится более нежной, что ли. Здесь центральная дорога. Тут всегда катаются фуры. Очень шумно. Слава богу, мы живем подальше и дороги не слышно. Потому что в прошлом году в Головинке мы жили вот, прям рядом с дорогой. И когда мы спали, эти же фуры, они катаются и ночью, и днем. У нас просто дом трясся. Короче, это было ужасно. Если будете ехать на юг, смотрите, чтобы жилье было подальше от вот этой вот дороги. Потому что она на карте кажется маленькой. По факту это центральное шоссе здесь. И здесь очень шумно. Как вам такое? Блин, тут невозможно стоять. Вонище ужасное. У них тут река, по-моему, Бу называется. В общем, они в нее сливают отходы, выбрасывают мусор. Поэтому, ну, естественно, купаться в ней нельзя. Она грязная, вонючая. Ой, господи, я просто не понимаю людей. Как так можно, блин? Где живу, там и гажу. Поразительно. На часах сколько? Уже 10 час, помню. Я решила выйти к Басику. Короче, он тут есть. Из-за того, что Славка у нас сегодня прихворал. Мы не пошли на море. А поплавать охота. Хотя, как будто бы плавать можно только до 8. А вот там где-то висит, короче, это правило. Там вообще до 7. Но нам сказали, что можно, если тихо, то 24 на 7. Сейчас пойду поплаваю. Хотя, кстати, на улице вообще нифига не жарко. Тут есть люди, несмотря на время. Пойду купнусь. 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 Пойду купнусь.